Вера, надежда, любовь В РЕН-ТВ, набережная Челны, 10 лет. Как он зарождался, какие цели ставились и что из этого получилось. Большое спасибо телекомпанию СТВ и всему холдингу СТВ-медиа. Воспоминания сотрудников, друзей и партнеров. Невозможно описать словами, что ты чувствуешь, когда, например, впервые выходишь в эфир. И, конечно, праздничное настроение. Доброго вечера. Хочется пожелать всем завершения рабочей недели. В студии Тагир Закиров. И я рад представить вашему вниманию специальный праздничный выпуск новости 24 набережной Челны, посвященный юбилею нашего телеканала. Нам 10 лет. Именно сегодня, 14 марта, мы представляем новое оформление нашей программы. Рад поделиться, что новое оформление теперь и в помещении редакции службы новостей с эргономичным расположением рабочих мест. Продолжается техническое перевооружение. В коллективе появляются новые специалисты, а на ваших экранах новые ведущие. Все это происходит сегодня. А как все начиналось тогда, в 2004 году? И что и сделанного за эти годы особо запомнилось? Об этом в первом материале выпуска. Это было воскресенье, 14 марта 2004 года. В городе проходили выборы. Народ решал, кто станет президентом Татарстана. А команда канала РНТВ «Набережные Челны», тогда он назывался СТВ, готовилась к первым телеэфирам новостей. Но случившийся потоп в помещениях компании чуть было не разрушил все планы. А еще было опасение, что о новом СМИ никто не знает и новости никто не увидит, вспоминает первый руководитель программы. Увидел девушку из соседнего отдела, которая прибежала с криком. Из нового города звонили, нас видели. И тут же каскадом с ГЭСа звонят, нас видели, с ЗЯБи звонят, нас видели. Из Тарловки позвонили, нас видели. И в этот день СТВ, которое мы для себя понимали как свободное телевидение, стало для меня еще и счастливым телевидением. И уже тогда стало понятно, подобралась команда, которая не отступит и добьется нужного результата. Но не бывает побед без подготовки к бою. Запуску телевещания предшествовали огромный труд и грандиозная стройка. Каждый день испытания. Пока кабинеты и коридоры обретали очертания, команда трудилась над технической и творческой составляющей прямо на стройплощадке. Обедали на полу, представляя, как заживут, когда все будет готово к выходу в эфир. Мы стремились к тому, чтобы у нас было самое лучшее оборудование, чтобы самые лучшие кадры работали здесь. Ай, какая красавица. Техническая составляющая, продукты, передовых технологий. Знакомец с оборудованием уже бывалые специалисты не скрывали восторга. Съемочные группы рвались в бой. Ну все, теперь у нас кадры компьютера, практически робот. Профессионалы, энтузиасты, художники взялись за дело. Первый телепродукт – информационная программа «Пульс». Тогда же выходила в эфир и версия на татарском языке «Сулыш». А также аналитическая интерактивная передача «Положение вещей» с ее бессменным ведущим Джавдатом Ахметовым. Она и по сей день выходит в эфир. На РНТВ набережные Челны программа «Положение вещей». Я ведущий Джавдат Ахметов. Здравствуйте. Запомнились челнинцам и грандиозные внеэфирные проекты. Такие как «Жаркая ночь из ТВ» с участием «Мурзилок Интернешнл», итальянского трио «Реке Повери» в 2006-м и суперзвезды диска «Систи Кейдж» в 2005-м. Большое спасибо телекомпании СТВ и всему холдингу СТВ-медия за все, что они делают в нашем городе. А делали то, чего до этого никогда в набережных Челнах не было. Этот опыт потом пригодился для проведения не менее масштабных дискотек 80-х авторадио. Еще один прорыв для города и бесценный опыт – прямые трансляции футбольных матчей. Идеи с фантазией в кратчайшие сроки превращались в результат. Скоро весна, начнется футбол, а стадион здесь рядом недалеко. Вот бы прямые трансляции наладить. Ну так, пофантазировали, посмеялись, разбежались. А к вечеру эта уже фантазия начала воплощаться в цифры в начале. Сколько это что будет, сколько стоит. С этими цифрами мы подошли к руководству. Вот такая вот есть идея. Если кто-то что-то когда-то делал, это было уже для нас неинтересно. Мы начинали все время что-то новое, с нуля. Ни один телеканал региона еще не освещал наравне с федеральными СМИ ралли «Шелковый путь». Съемочная группа РЕН-ТВ «Набережные Челны» уже два года подряд сопровождает участников гонки от технической комиссии перед стартом до самого финиша. Никогда на достигнутом не останавливаться. Всегда находить что-то новое и быть в авангарде. Это норма для нашего канала. Это по плечу далеко не всем. А в редакции новостей темп еще выше. У нас сумасшедший график работы начинается с раннего утра, и мы не знаем, когда он закончится. Я должна быть готова в любой момент выехать на съемку. Но, наверное, за этот сумасшедший ритм я и люблю свою работу. Никогда не забывали про своего телезрителя. Ни в беде, ни в радости. Всегда готовы прийти на помощь и постоянно преподносим приятные сюрпризы. За 10 лет командой РЕН-ТВ «Набережные Челны» было реализовано множество различных акций и проектов, игр и телевекторин с призами от холдинга СТВ «Медиа» и партнеров. И каждый раз придумывали что-то новое, непохожее, оригинальное. Время идет, но курс остается прежним. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Егор Орлов, Владимир Западнов. РЕН-ТВ. Набережные Челны. Чтобы поздравить наш канал и его зрителей, на связь с нами вышли московские коллеги. Слово автору и ведущему итоговых выпусков новости 24, которую челницы могут видеть с понедельника по четверг в 23.30, Андрею Доброву. Дорогие коллеги РЕН-ТВ «Набережные Челны», мы поздравляем вас с юбилеем, десятилетием вашей телекомпании. От себя, от РЕН-ТВ и от наших с вами зрителей хочу пожелать вам хороших новостей. Хотя все мы знаем, что хорошие новости показывать сложнее, чем новости плохие. Однако для настоящих профессионалов, таких как вы, любая новость, конечно, по плечу. С днем рождения! Вернемся в набережные Челны, но темы пока менять не будем. Не смог остаться в стороне от нашего праздника и тот, кто, пожалуй, чаще остальных появляется в местных выпусках теленовостей. Неудивительно, ведь он в последние годы стал настоящим ньюсмейкером для челнинских журналистов. Тем, кто создает информационные поводы или даже события. А смотрит ли РЕН-ТВ он сам? Мэр нашего города Василь Шахразиев. Я, как зритель, смотрю вас по телевизору. Хочу сказать, что все, что вы делаете, делаете, в самом деле, профессионально. А когда человек, специалист, делает свою работу профессионально, обижайся, не обижайся, высказывай, не высказывай, он его всегда делает на 5 с плюсом. Так что вы свою работу делаете на 5 с плюсом. Это возможно было только благодаря творческой, профессиональной команде под руководством Абдулха Пуставича Батюшова. Обычно на день рождения именинник созывает гостей. Но мы, РЕН-ТВ, Набережная Челны, сегодня утром поступили иначе. Мы сами заявились в гости в студию радио Брежнев ФМ. Такой многочисленной делегации в прямом эфире на шоу «Бодрое утро» никогда не было. Здесь и журналисты, и ведущие, и руководители различных программ, и, конечно же, по сути, отец-основатель телеканала, генеральный директор холдинга СТВ-Медиа, в который входит РЕН-ТВ Абдулхак Батюшов. Тогда, когда столько людей, столько народу работали над созданием этого канала, и этот канал сегодня успешно шагает 10 лет по информационным просторам, что называется, город Набережной Челны, конечно, эмоции самые положительные. Каждый гость сегодня вспоминал, как начинался его творческий путь на телеканале, с какими трудностями сталкивался и каких успехов достигал. Как зарождались интересные проекты и зажигались новые звезды. Первое слово Тимур Икрамов и Катя Юрча предоставили Аксакалу всего Челнинского телевещания. Прежде всего я хочу поздравить весь наш творческий коллектив с нашим праздником, с десятилетием. Хочу пожелать нашим зрителям всего самого доброго, счастья, конечно, здоровья, благополучия во всем. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь с нами. Мы работаем для вас. Кроме того, на частоте 99FM как раз финишировал марафон викторины 10 на 10. Эта радиоигра выходила в эфир ежедневно с 5 по 14 марта. Соответственно, в эфире прозвучало 10 вопросов, каждому по два варианта ответов. Как это все начиналось, чем закончилось и что подарили счастливчикам? Все вопросы будут посвящены истории телеканала РЕН-ТВ на Бережной Челны. Почему, спросите вы? Да потому что РЕН-ТВ 10 лет. 10 лет вместе. 10 лет в эфире. 10 лет РЕН-ТВ на Бережной Челны. Победители акции пригласили посетить студию Брежнев FM, где им и вручили праздничный набор. Уникальный торт, 10 лет РЕН-ТВ, фирменную юбилейную кружку и шампанское. Кроме того, все они повысили свои шансы на победу в уже телевикторине «Морской бой». Ведь они хорошо знакомы с передачами РЕН-ТВ. Хороший телеканал. Хорошие программы. Интересные фильмы. Удивительный канал. Познавательный. Вообще, радио Брежнев FM и наши телеканалы изначально связывают самые теплые отношения. Также нашим давним и надежным партнером является ни много ни мало градообразующие предприятия Набережных Челнов. Именно на РЕН-ТВ в эфир выходит программа «Вести КамАЗа», которую совместно готовят специалисты пресс-службы «Автогиганта» и журналисты нашей службы новостей. Наши партнеры по творческому тандему не могли не поздравить нас сегодня. Телеканал РЕН-ТВ Набережные Челны как раз является тем самым каналом, образцом, на который могут равняться остальные каналы. Отдельно хочу сказать слова благодарности Абдулхаку Мустафовичу Батюшову, который оказывает нам всемирную поддержку в наших проектах и пожелать как телеканалу, так и его сотрудникам дальнейших творческих успехов и преданных зрителей. И снова теплые слова от наших столичных коллег. Теперь на связи ведущий, который появляется в выпусках новости 24 в первой половине дня. Настоящий эксперт в сфере экономики Николай Марченко. Поздравляем телекомпанию РЕН-ТВ Набережные Челны с десятилетием. Самое главное в жизни это ощущать свою нужность. Касается это одного человека или целой компании, тогда все, что делается во имя этого, все вложения точно, совершенно точно не зря. Наши коллеги, телекомпания РЕН-ТВ Набережные Челны своим профессионализмом, оригинальностью, давно радуют зрителей, стараясь донести до них все самое важное и интересное и делая их жизнь в чем-то пусть немного, но лучше. Разе этого трудится целая команда по-настоящему увлеченных своим делом людей. Мы рады, что вы у нас есть. Вы нужны нам, вы нужны зрителю и пусть наше с вами желание делать единое дело будет всегда искренним и ярким. Удачи и побед, друзья. С праздником. Спасибо, Николай. Судьба распорядилась так, что сейчас мы не вместе, но каждый из них оставил след в истории РЕН-ТВ Набережные Челны и запомнился телезрителям. Кто-то сменил род занятий, другие покинули наши края, а некоторые и вовсе перебрались за границу. Не со всеми удалось связаться, а с кем получилось, те с удовольствием поделились своими воспоминаниями и поздравлениями. Она из тех, кто непосредственно создавал РЕН-ТВ Набережные Челны. До 2007 года главный режиссер, затем до 2010 в руководстве службы новостей. Теперь Алсу Валеева и сама возглавляет СМИ, филиал ТАТ-Медиа, в который входят радиостанция и два телеканала. Поздравляю своих коллег с юбилеем. Я очень горжусь, что мне довелось работать с вами на протяжении 8 лет и очень скучаю по вам во всем. Передаю вам приветы, поздравления, желаю вам большого вдохновения, много творческих идей. Ведущий тогда еще программы «Пульс» и корреспондент службы новостей, автор нескольких фильмов. Профессии тележурналиста не сменил, но теперь он главный в отделе программ спортивной редакции НТВ+. Появление НТВ-набережной Челны и в итоге поменяло информационную политику других каналов, потому что планка с самого начала была выставлена очень высокая и конкуренты, чтобы не проиграть эту борьбу, стали немножко по-другому тоже делать новость. Юлия Костюченко, известная нашему зрителю как корреспондент и продюсер Юлия Булыга, доказала, что хороший журналист, он профессионал во всем и может везде добиться успеха. На нашем канале она работала до 2009 года, после чего выбрала стезю предпринимателя. «Невозможно описать словами, что ты чувствуешь, когда, например, впервые выходишь в эфир, или когда перед тобой стоит президент, или когда бабушка, которую ты совсем не знаешь, со слезами на глазах, благодарит тебя за то, что твой материал помог ей решить какую-то проблему. А на самом деле для меня именно в этом был драйв от работы на телевидении и РЕН-ТВ. Это настоящий рай для творческих людей». Она пришла на РЕН-ТВ в конце 2010-го, и карьера ее была стремительна. Корреспондент, замдиректора службы новостей, продюсер, а сегодня она возглавляет информационную службу родственной телекомпании СТВ «Пятый канал». «Это была масса опыта, впечатлений, профессионального роста. Конечно, бывают моменты, когда я очень жалею, что покинула РЕН-ТВ, но новое – это всегда что-то интересное. В свою очередь, своим коллегам желаю успехов. Десятка – это знаменательная такая цифра». Светлана Гурьянова, а ныне она носит фамилию Морганова, с бизнес-информацией на «ты», ведь в свое время руководила службой новостей в СТВ «Медиа», в которую входили редакции деловой газеты «Час» и программы «Пульс» на РЕН-ТВ. Сегодня она вспоминает – работать было непросто, но интересно. «В конечном итоге мне все это помогло, и вот сейчас помогает в работе. Очень сильно я благодарна Духак Мусловичу Батешову за то, что позволял ставить эти эксперименты сложные, допускать ошибки, исправлять их. Вообще-то очень дорого стоит. Поэтому РЕН-ТВ для меня, естественно, это такая дорогая память. И такой огромный опыт, который я получила». А этот журналист запомнился зрителям по острым проблемным материалам, а коллегам – позитивом, которым она заряжала окружающих. В 2008 году Яна Бойко уехала жить и работать в Испанию, а теперь шлет оттуда нам приветы. «Работа в новостях РЕН-ТВ и набережной Челны была одним из самого замечательного, что связывает меня с моим родным городом. Поэтому от всего сердца я хотела бы пожелать вам успеха, процветания и подарить вам лучик яркого испанского солнца и кусочек замечательного, красивого Средиземного моря». Конечно, вспомнить всех коллег никакого выпуска не хватит. И поздравления – это, конечно, здорово. Но какой день рождения без торта? А для особой даты и масштабы подстать. Челнинские мастера выпекли настоящее произведение искусства. Более метров шириной и весом за 30 килограммов. Но прежде чем перейти к угощению, торжественна речь от главного на телеканале лица. Булхак Батюшов, кругу единомышленников, обратился к ним с теплыми словами и поздравил коллег. А также телезрители с десятилетием РЕН-ТВ, набережная Челны. «Говорят, ребенок рождается в муках. Рождение телеканала РЕН-ТВ как раз происходило в муках. Наверное, поэтому наш канал и такой закаленный. По прошествии 10 лет он все укрепляет свои позиции, завоевывает все больше зрителей, чему мы, люди здесь работающие, не можем не радовать». Пусть работай смелою, мир прекрасней делает, яркое соцветие СТВ-медиа. Вот так, в своем роде, несколько злоупотребив вашим вниманием, уважаемые телезрители, мы взяли и в честь Дня рождения посвятили целую программу самим себе, причем впервые за 10 лет. Однако этим пятничным спецвыпуском дело о юбилее РЕН-ТВ, набережная Челны, не ограничится. Праздновать будем весь год. Продолжится розыгрыш призов в телеигре «Морской бой» по четвергам. Будут и новые акции, и мероприятия. А с понедельника в нашей программе стартует рубрика «Главные новости города за 10 лет». В ней мы будем рассказывать уже не об истории телекомпании, а обратим внимание на историю города. Вместе проследим, как год за годом последнее десятилетие менялась жизнь набережных Челнов. Вспомним самые основные и яркие события. В общем, впереди нас ждет много интересного и немало сюрпризов. А я, Тагир Закиров, на этом с вами прощаюсь. С праздником, смотрите РЕН-ТВ и всего вам доброго. Урология, проктология, гинекология в Международном медицинском центре «Медиколонгрупп». Индивидуальный подход и конфиденциальность гарантируем. Звоните 55-20-20. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Спонсор метеовыписка «Медиколонгрупп Каму». В субботу, 15 марта, в набережных Челнах облачно. Возможно, небольшой снег с дождем. Атмосферное давление 738 мм штутного столба. Температура воздуха ночью 0,2 мм, днем 1,3 мм, со знаком «плюс». Ветер юго-западный со скоростью 4,7 м в секунду. В этот особый день для телеканала РЕН-ТВ «Набережная Челны» мы желаем всем телезрителям радостной атмосферы, положительных эмоций, только хороших событий в жизни нашего города и, конечно же, удачи, здоровья и любви. Оставайтесь с нами. До новых встреч!